Ребят, мы все долго ждали обновления от САМПРП. Сейчас на САМПРП довольно мало онлайна, люди уходят с проекта. За счет того, что, наверное, плохой античит, но в САМПРП сейчас добавили одно очень интересное обновление, которое достойно вашего внимания. Желаю вам приятного проданного ролика. Дорогие друзья, довольно давно на САМПРП не выходит обновление, хотя нам изначально обещали то, что обновления будут выходить регулярно и очень часто. За счет этого на Революшене было 1000 онлайна. Легаси, когда открылся, было тоже 1000 онлайна. На данный момент все довольно-таки плохо. САМПРП выпускают новое обновление, где добавили торговую площадку. Я уже все это знаю. И, кстати, очень неплохое обновление именно с торговой площадкой. Посмотрите сами, друзья мои. Ну а если этот ролик наберет 250 лайков, сразу выйдет новый ролик по поводу этого. Находится это в Сан-Фьерро, друзья мои. Сюда можно без проблем приехать по навигатору. GPS, важные места, 22 пункт. Здесь же вы увидите здание, которое изначально попросту стояло. А раньше, боку этого здания находилась автоярмарка, которую проводили сами игроки. Но сейчас этого не надо. Сейчас вам даже не нужно искать барыг. Что хочется сказать дальше. Интерьер этого здания довольно-таки неплохой. Да, есть небольшие баги. Но все это, я думаю, со временем решится. Кстати, в этом обновлении они исправили еще и баги. Желаю вам приятного просмотра данного ролика. Не забудь поставить лайк. Подписаться на канал, если тебе не сложно. Это такая красная кнопка. Ну и написать комментарий, что ты об этом думаешь. Удачи, друзья мои. Конечно же, первое и самое главное, что они сделали, это добавили торговую площадку. Торговая площадка нужна для того, чтобы продавать здесь бизнесы, машины, дома и многое другое. То есть, как я понял, теперь не нужно будет искать покупателей и многое другое. Достаточно просто нажать интер и что-нибудь приобрести. Например, дома Н-класса. Мы сразу видим человека, который продает дом за 580 тысяч. И если мы хотим его приобрести, мы просто платим эту сумму и покупаем автоматически этот дом. На самом деле, домов сейчас очень много. Некоторые продают за 7 миллионов С-классы. За 25 миллионов А-классы продают. Очень много домов сейчас продается. То есть, Б, С-классы, к сожалению, нет. Можно также посмотреть все дома абсолютно. Также машины. Нуб-класса, которых, кстати, нет. Д-класса, С-класса. То есть, все, что вы хотите приобрести, теперь есть в этой... Так можно назвать ее организации. Опять же, это довольно-таки неплохо. Ведь люди смогут искать себе автомобили по нормальной цене. То есть, предположим, видно сразу, год автомобилей 65 за 3,9. 99 за 3,5. То есть, теперь не нужно общаться с барыгами, которые будут сбивать вам цену. То есть, вы захотели выставить були 94 за 4,7. Вы выставляете его и просто ждете, пока деньги поступят на ваш счет, как я понимаю. Также мы можем посмотреть бизнесы, которые также, кстати, между прочим, теперь продаются, ребят. То есть, можно выставить на продажу любой бизнес. Также можно его приобрести без каких-либо проблем. Хотите вы купить закусочную? Пожалуйста. Хотите вы купить еще что-нибудь? Пожалуйста. Можно договориться с владельцем бизнеса и просто он выставит на продажу свой бизнес. И вы сможете его приобрести. Кстати, это тоже очень огромный плюс. Ведь раньше бизнесы мало кто продавал. А если кто-то продавал, они летели на аукцион и все. Их попросту нельзя было словить. Потому что, если бы продавалась какая-то заправка до Хертигаз, она продавалась бы просто за бешеные деньги. И приходили все барыги сюда и просто перебивали цены. Приходили миллионеры, у которых по 100, по 200 миллионов. И они просто перебивали бы цены. Сейчас же можно просто договориться с владельцем и все. Также можно купить готовую рыбу. Например, захотели вы приобрести какую-то рыбку, вы подходите, покупаете. У него есть количество 14. Берем 14. С нас списывают деньги и у нас появляется 14 рыбы. Это очень неплохо. Вы купили готовую рыбу за 13 тысяч. Очень неплохо. Так, ожидай, осталось 10 минут. Что ожидать, осталось 10 минут? До чего, интересно, погоди. До чего осталось 10 минут? Что касаемо интерьера данного здания. Интерьер довольно-таки простенький на самом деле. Единственное, что мне не понравилось, это с камхаком, если вот здесь есть какой-то баг. То есть, если вот так посмотреть, вот эта вот полоса, она дрыгает сюда-сюда. Но на это не будем акцентировать внимание. Потому что здание это создано для того, чтобы просто здесь продавать или покупать, что вы хотите. То есть, также можно, допустим, гос-аукцион, бизнесы. То есть, Эмеральд, Элсегаз, предыдущая ставка. Мы можем поставить, допустим, какую-либо сумму на это. Также есть аукционы, там различные, это я уже вам показывал. Бизнесы. Но, можно зайти в личный кабинет. Мой склад, мои заявки, то есть, мои лоты, мои ставки. Все, что угодно, вы можете здесь посмотреть. Также мы можем выставить на продажу, без проблем, дом. Выставить на аукцион дом. Выставить бизнес на аукцион. Или на продажу. Вот самое, что интересно. Готовую рыбу мы можем выставить на продажу. Машины на аукцион или же на продажу. То есть, теперь вы можете сделать аукцион с начальной ставкой. Какой-либо там примерно 100 тысяч. И люди просто будут приходить и ставить больше, чтобы побороться за ваш автомобиль. То есть, вы можете продать свой буллет за 500 тысяч, если никто на него не будет делать ставки. Либо же за 5-6 миллионов, если вам очень сильно повезет и кто-то захочет ваш автомобиль. Вот такое вот обновление добавили сам ПРП. Плюс. А теперь поговорим о более мелких обновлениях. Минимальный уровень для принятия в мэрию уменьшен до 5-го. То есть, теперь вам нужен 5-й левел, чтобы вас взяли в мэрию. Байкерам во время войны выставляется синий и красный клист автоматически, как я понимаю. Лимит рабочих в профсоюзах увеличен до 300 человек. Список рабочих в профсоюзах разделен на страницы по 70 строк. Лимит заработной платы рабочим выставляется по-новому. Теперь, чем выше левел, тем больше будет разница между лимитом. Также лимит теперь повышается с рангом в профсоюзе. Лимит ЗП рабочим увеличен. Это, кстати, огромный плюс, потому что теперь люди смогут зарабатывать намного больше денег себе. Минимальный ранг для выхода в эфир повышен до 2-го. Теперь нельзя будет сливать новости. Если вас взломали и у вас первый ранг, вы не сможете выйти в эфир и написать всякую херь. Это тоже, кстати, меня это устраивает на самом деле. Выдача заработной платы грузчикам происходит при переодевании. То есть теперь люди, которые попросту не знают, где находится чекпоинт, который выдает деньги, как вы помните, там такой доллар, и он находится в отдельной комнате, и люди как на ферме переодеваются и не получают деньги. Такое происходит на самом деле, особенно новички. Теперь же эта проблема исправлена. И, между прочим, пикап выдачи денег теперь удален. Также в вип-хелп добавлена информация о команде строп. Строп это у нас своеобразные стробоскопы. То есть мы их можем выставить на 0, на 2, на 3. Но есть одна проблема. В вип-хелпе это с голд випа. Я это делать могу, у меня голд вип. Но что касаемо других игроков, неизвестно. Либо эта функция теперь будет доступна только для элиты проекта, либо же эта функция доступна всем, но просто она прописана в вип-хелпе, чтобы люди не забывали эти команды. Добавление в GPS некоторых объектов. Насчет GPS, ребят, честно, не знаю, какие объекты они здесь добавили, потому что, ну, я посмотрел, вроде ничего такого нет. Хотя есть аэропорты какие-то, вайнвуды, причалы. В общем, что-то здесь точно добавлено, но только что не знаю. Напишите в комментариях, эта задача чисто для вас. Банк новостных редакций увеличен лимит снятия до 300 тысяч. Теперь снимать лидер может 300 тысяч. Ранг медбрата у медиков изменен на медработник. Это на самом деле не очень такие жесткие обновления. Единственное жесткое обновление здесь, конечно же, торговая площадка, потому что теперь здесь есть действительно огромный плюс, то, что можно покупать бизнесы. Ранги 8 и 9 в байкерах переведены на английский язык. Хорошо. Тоже небольшой фикс. Ничего страшного, ничего такого жесткого здесь в этом нет. Далее хочется сказать о багах сервера, которые были и которые исправлены. Байкере исправлен баг с ограблением фур. Не знаю, какой был там баг, но суть в том, что он исправлен. Денежные вознаграждения за рейтинг теперь выдаются верно. Хорошо. Исправлен багаюз оружие. Честно сказать, я даже не знал то, что этот багаюз существует и он есть. Если кто-то тоже не знал, ребят, ставь лайк и пиши об этом в комментариях. Исправлен рейтинг байкеров. Исправлен баг с вертами. То есть, понимаете, ребят, в чем проблема? Мратинг, гратинг, братинг на закрытых серверах. То есть, стойте, погодите. Баг с вертами. То есть, все-таки был какой-то баг с вертами, который они исправили. Хм, довольно странно. Исправлена подсказка при вводе команд РБ. Хорошо. Исправлен баг в составе профсоюза. Последний вход. Исправлены опечатки в мратинг, братинг. Исправлен баг с выполнением квеста Защитник. Кстати, на самом деле, не знаю, в чем там заключался баг, потому что я прошел абсолютно все квесты и прошел я их довольно успешно. То есть, все квесты у меня завершены. Не знаю, в чем заключался баг, но, как заявляют разработчики, все-таки он был. Его же исправили. В целом, вот и все обновления на сегодня. Что хочется сказать игрокам. Ребят, приходите на сервер Сампропа Революшн. IP будет в описании. Также там есть мой промокод решетка Корон. Этот промокод вводится во время регистрации аккаунта в ник приглашенного. Будет писаться, кто вас пригласил на сервер. Пишите хэштег Корон и вы автоматически становитесь моим промокодом. Плюс данного промокода в том, что вам дадут 300 тысяч. 300 тысяч вы сможете потратить на машину, на дом. Или же попросту на какую-либо квартиру и машину. Либо на собственные нужды. Тут уже выбор полностью ложится на ваши плечи. Главное это ввести мой промокод и прокачаться до пятого уровня. Что хочется сказать основателям проекта СампРП. В частности, Вячеславу Иванькову. Все обновления довольно-таки неплохие. Но большинство из них, я бы так сказал честно, незначительные. И толку они много тоже не принесут. Хотелось бы в дальнейшем увидеть и желательно в ближайшее время. Я думаю, многие со мной согласятся. Если вы со мной будете согласны и досмотрели до этого момента, напишите в комментарии. Тогда я ваш комментарий обязательно пролайкаю. И некоторые комментарии, которые соберут больше лайков, закреплю. Что касаемо античита. Многие люди мучаются от того, что их просто уничтожают читеры. Даже я мучаюсь от того, что меня уничтожают читеры. Но понятное дело, я стример. И у меня это будет постоянно. Но не должны страдать обычные игроки. Почему проседают онлайн на Революшене и на других серверах СампРП. За счет того, что здесь очень плохой античит. Многим это не нравится. Многих это не устраивает. Другие проекты. Аризона. Тот же самый Эвольф, который открылся, кстати, не так уж и давно. По сравнению с СампРП. Все фиксят античит. Все улучшают его. Так вот, хотелось бы просто посоветовать в следующем обновлении как-то улучшить античит. А желательно что-то сделать античит наподобие, который у Аризоны. За счет того, что, как по мне кажется, на данном этапе, на данный период. На Аризоне самый просто топовый античит, который не пропускает читеров на сервер. Ну или даже если пропускает, ну их просто там очень мало. Я не знаю как и что, конечно, но там просто мало читаков. Как-то так. Будем надеяться, что все-таки основатели услышат мои слова, посмотрят этот ролик. Возможно, как-то отпишутся в комментариях об этом. Если они все-таки отпишутся в комментариях, скажут то, что подумают или улучшат, не проблема. Ну, это добавит большое уважение к проекту за счет того, что основатели все-таки отреагируют на мою просьбу. Да и я думаю на просьбу всех игроков проекта СамПРП, да и вообще всех проектов. Потому что многие люди хотят переходить на СамПРП, но их пугает то, что здесь очень много читеров. И не самый лучший, не самый идеальный античит. Конечно же, если все это исправить, возможно, СамПРП вернет свою былую славу, было онлайн, потому что это уже было. Revolution был забитый. Но, к сожалению, после наплыва читаков и многих проблем, нечастые выпуски обновлений, плюс не подкрепляется это никак каналом Zadrot.info, как вы, думаю, знаете. Задрот.info канал, это официальный канал проекта СамПРП, который на данный момент находится не то, что в спячке, он попросту заброшен. И туда никто ничего не записывает. Хотя YouTube это главная структура сервера, то есть если у сервера есть YouTube канал, соответственно, сервер будет развиваться. Потому что все будут смотреть YouTube канал, следить за новостями и не будут париться, все будет отлично. На этом я заканчиваю данное видео. Небольшой обзор обновления, друзья мои, напоминаю то, что мой промокод хэштегкорон находится в описании. Всем большое спасибо за просмотр. Будем ждать нового обновления и, возможно, там будет написано то, что античит улучшен. И теперь не работают такие читы, как то-то, то-то, то-то. Либо же хотя бы будет он кидать варнинги и администрация будет реагировать. Потому что сейчас находится один админ на 500 человек. Это тоже, конечно, не дело, потому что он попросту не справится с таким наплывом игроков. Это очень, конечно, печально. Будем надеяться, что все будет хорошо. Ну и, конечно же, друзья мои, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки, писать свои комментарии, ведь я все комментарии ваши читаю. Всем удачи и всем пока.